привет друзья сегодня в гостях нашего аквариума весьма интересное по строению тела поведению и по красу рыбка она здорово отличается от всех нам хорошо знакомых гуппи барбусов и сомиков и если вам захотелось чего-нибудь необычного то стоит остановить свое внимание на маста цембели краснополосом из семейства хобот нарылые именно он к нам в гости и приплыл семейство не зря так называется у маста цембела действительно есть маленький хоботок на мордашке помогающие рыбки в поисках кормежки также хоботок является своеобразным украшением маста цембела выделяющим его среди других рыбок у краснополосика есть и другие имена например хобот тарелл краснополосый маста цембела с краснополосой и огненный угарь все названия произошли или от окраса или от строение тела маста цембела а точнее от строение его мордашки исследователи обнаружили эту замечательную рыбку в далеком 1850 году в пресноводных водоемах с медленным течением которые находятся в юго-восточной азии например в таиланде и малайзии там их местные жители ловят на уху но к счастью рыбок этих природе достаточно много и вымирание им не грозит живут маста цембела в основном на мелководье на песчаном грунте иногда среди ила места обитания достаточно густо зарастают водной травой его среди этих подводных джунглей плавают в поисках кормежки маста цембелы краснополосые заросли и песчаный грунт эти рыбасы выбрали не просто так они хищники и любят охотиться из засады например из зарослей или из грунтов который маста цембела любят закапываться да так что торчит одна мордашка готовая схватить какую-нибудь мелкую живность вроде червей мелкой рыбы улиток и ракообразных растительной пищи не интересуются только живность с родиной все понятно а как же выглядит наш герой строением тела он заметно отличается от большинства аквариумных рыбок маста цембел краснополосый очень длинный и здорово смахивает на змею или угоря он и двигается под водой как змея чешуя мелкая глаза большие это чтобы лучше видеть будущую еду а длинный хоботок на конце мордочки это на самом деле ноздри помогающие быстрее унюхать ту самую будущую еду которая по наивности думает что очень ловко спряталась в грунте строение тела у маста цембела краснополосого есть одна особенность о которой нужно обязательно знать хозяину аквариума на спинном плавнике данного рыбаса есть шипы о которые можно запросто уколоться причем уколы могут быть достаточно болезненными поэтому брать маста цембела в руки явно не стоит успокаивает то что колючки не ядовитые а напрягает то что слизь который покрыто тело рыбки достаточно токсично и попав под кожу при помощи колючек может вызвать раздражение поэтому рану стоит продезинфицировать мало ли что а если у вас есть аллергия там аста цембела в руки лучше вообще не брать так что этой опасности избежать довольно просто просто не берем в руки и все а теперь посмотрите на окрас рыбки тело темное по которому проходит ярко-красный или оранжевые полоски они могут состоять из пятнышек а плавнички украшены красным кантом и это очень красиво смотрится самку от самца можно отличить по более бледному окрасу и крупному размеру а теперь про еще одну особенность этих рыбок это размер который не во все аквариумы влезет маста цембел краснополосый может вырасти до 50 сантиметров в длину и более природе они вырастают до метра имейте это в виду при покупке но рыбка интересная и я думаю при желании ее можно попробовать обеспечить отдельной жилплощадью рыбка вам за это заплатит интересным поведением и долгой продолжительностью жизни а прожить она может лет десять и даже больше а вот чтобы она прожила как можно дольше я думаю стоит узнать про правильное содержание маста цембела в аквариуме и по традиции начнем с параметров воды температура 23 до 28 градусов кислотность от 6 до 7 жесткость от 5 до 15 вода пресная а теперь про обустройство аквариума крайне желательно чтобы на 1 маста цембела приходилось около 100 а лучше 200 литров воды чем больше тем лучше воду лучше содержать в чистоте а значит нужно установить хороший фильтр продувка воздухом также не помешает чистоте нужно содержать не только воду а еще и грунт маста цембела любят в него закапываться и грязь в грунте ему на пользу не пойдет грунт нужен мелкий и без острых граней если вы хотите чтобы рыба в него не закапывалась то насыпьте камешки покрупнее и поставьте в аквариум побольше укрытий из крупных камней гротов заросли растений и коряк но лучше не лишать рыбку радости песочницы и оставить место под куличики толщина грунта в этом случае должна быть около 7 8 сантиметров лучше глубже обустраивая аквариум также нужно помнить о том что маста цембелл похож на змею не только внешне он может запросто сбежать из аквариума через небольшую щель поэтому аквариум стоит плотно накрыть крышкой сбежать рыба обычно пытается при ухудшении условий содержания хотя иногда смысл побега неясен может так у них проявляется желание размножаться а тот аквариум в котором они содержатся для этих целей не подходит аквариум необходимо раз в неделю проветривать подменивая около 25 процентов воды на свежую проточный аквариум будет отличным решением главное не создавайте в нем сильного течения полностью стоячий воды также быть не должно растение рыбки не трогают и посадить можно все что угодно но желательно с мощной корневой системой например крипто карины валиснерию эхинодорусы и другую подобную траву заросли помогут создать в аквариуме затененные места которые очень понравится маста цембеллам они любят сумерки и при ярком освещении будут меньше плавать и больше прятаться поэтому плавающие на поверхности воды растения будут очень даже месту устанавливая в аквариум укрытие коряги и высаживая растения нужно помнить о размере рыбки и о том что ей нужно место для плавания маста цембелл должен спокойно разворачиваться в аквариуме успокаивает то что рыба реально как змея и развернуться среди коряк и травы ей не так сложно как другим крупным рыбасом плавает в основном у дна иногда заплывая в средние слои воды поэтому дно стоит оставить свободным от соседей особенно если аквариум не такой уж и объемный рыбка в основном активно в сумерки и ночью днем может запросто дремать в грунте или повиснув на камне или коряги для него это нормально поэтому и не стоит устраивать в аквариуме яркое освещение но в таком образе жизни есть и свой плюс приходите такие поздно вечером сработки и любуйтесь его вечерними похождения между собой маста цембеллы краснополосые могут цапаться молодые обычно уживаются но по мере роста рыбка может начать проявлять характер и об этом стоит помнить а что там с соседями в виде других рыбок тут есть одно главное правило чем крупнее маста цембелл тем более крупную рыбу он может слопать исключение из правила бывают но надеяться на них не стоит посадить соседей к ним можно только что-нибудь такое же крупное не могущие поместиться в рот маста цембеллу например каких-нибудь крупных цихлид вроде астронутусов про донных рыб я уже сказал дно лучше не занимать и еще один момент касающийся характера этих рыбок не стоит их часто пересаживать из аквариума в аквариум при смене места жительства они обычно испытывают стресс особенно рыбы в возрасте также не стоит постоянно переставлять в аквариуме укрытие и делать частые пересадки растений и это для рыб практически равнозначно пересадки в другой водоем так аквариум обустроили пора и рыбок покормить корм лучше использовать только живой это все-таки хищник и сухарики не очень в тему из живого корма можно использовать любые хорошо нам знакомые трубочник мотыль можно крупный дождевые черви мелкие рыбки креветки все это вполне подходит если нет возможности постоянно кормить живностью можно давать и замороженные сухие корма последние должны тонуть но живой корм все же лучше тем более что бывает так маста цембеллы не хотят лопать сухой корм иногда отказывается и от замороженного и рыбок приходится к нему приучать кормить лучше вечером и каждый день длительного голодания маста цембеллы не переносит могут так прожить обычно только пару недель и то редко тут многое конечно зависит от возраста рациона и размера рыбки и эксперименты тут лучше не ставить рыбку можно кормить прямо с рук они достаточно быстро привыкают хозяину и могут его даже узнать среди других людей главное не забывайте о колючках этого питомца по спинке гладить не стоит так рыбок покормили они выросли и пришла пора нереста сразу скажу без применения гормональных уколов нерест практически невозможен удачный нерест попробовать можно но не факт что получится а размножаться рыбки начинают двухлетнем возрасте на нерест сажают пару аквариум желательно литров на 300 сеткой на дне и укрытиями поверх нее нужно установить мощный фильтр и продувку воздухом температура воды 28 29 градусов жесткость до 10 самочка мечет около 1000 желтоватых икринок после нереста родителей отсаживают и процентов 30 воды подменивают на свежую аквариум нужно затянить до появления мальков продувка воздухом и фильтр должны работать постоянно дня через три появляются личинки и еще одни через пять они поплывут тут их начинают кормить науплиями артемий и по мере роста другими более крупными кормами например самими артемиями нематодами и резанными трубочником и мотылем в аквариуме с мальками должно быть чисто они довольно слабые и могут погибнуть от любой инфекции чтобы этого избежать в аквариум можно добавить какой-нибудь противогрибковый препарат слабой дозировки было бы очень здорово если бы у вас получилось от нерестить этих рыбасов тогда бы цена на них понизилась здоровья вам и вашим питомцам пока